У Китая, безусловно, есть рычаги влияния на Путина, и Россия подползает под Китай экономически все больше и больше, ну, потому что у России не такой большой выбор остался, а для Китая это просто прагматично и выгодно. Относительно все-таки, да, истории с оружием. По поводу летального оружия, знаете, все советские и околосоветские, постсоветские режимы, они отличаются тем, что их власти абсолютно бессовестно могут врать. Вот, врет Путин, врут все, вот все режимы, которые когда-то были сделаны Советским Союзом, они все фантасмагорические вруны. Ну, то есть... То, что россияне просили оружия, сомнений нет. А на что будет операция Китая в вопросе поставят или не поставят? Вот что жесткую позицию занимают Соединенные Штаты Америки. Здесь все зависит от Америки, да. Но они же тоже торгуются, они что-то в Америке выторговывают за это. А предмет только какой может быть сейчас? Не знаю, это крупнейший торговый партнер, крупнейший торговый экономический партнер. У Китая Америка, у Америки Китай. О послании Путина, о его выступлении 21 февраля, хотелось бы с вами тоже поговорить. Вот какое общее впечатление на вас произвело? Я так понимаю, это не первый вопрос, да? Не первый раз, да. На который вы отвечаете. Ну, ничего, по сути, он не сказал. Ничего нового. А почему так работала пропаганда? Вот-вот-вот, что-то скажет. Там тайны расчета включили до начала этого выступления. Видимо, обещали Бахмут взять к этому времени, и они хотели преподать, типа, новый Сталинград. А прилетел Байден в Киев? Да, прилетел Байден, и Бахмут, или Бахмут, как правильно, отстояли на данный момент. Никаких там существенных побед нет. Продвижение советской армии обходится чудовищными абсолютно жертвами, человеческими перерасходом снарядов, которые тоже не бесконечны. В общем, там на фронте выглядит все очень тяжело и очень печально. Байден приехал, но он же физически не привез с собой ракеты дальности 300 метров. Это была такая больше психологическая поддержка, очень важная, кстати. Но, опять-таки, пока все доедет, кто что обещал, до этого времени еще как-то нужно выстоять, и сколько будет народа убито, защищая Родину. Это просто страшно подумать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин